Производится с экспортируемой. По факту здесь можно придумать любой конфиг. Можно всякие сорс-модели наших конфигов переложить сюда. Было бы уже неплохо, потому что мы пару раз натыкались на это. Большой вопрос. Я нашел блоково загонять эти данные листом. У нас есть задача иметь справочник вертикали. Вертикали — это категоризация для сторов. То есть, где грамотно хранить этот список? Magento сейчас на это не отвечает. Почему бы тогда не создать еще один конфиг, который бы позволил это все хранить культурно и отдавать это по ключу, а не хардкодить где-то для XML. Как-то вот так. Осталось пять минут. Ну, не знаю. Про export tool. В общем, опять же, хотел сказать, что теперь эта штука, в общем-то, в основном сейчас полностью используется для интеграции с аналитикой. Но думаю, что ее можно переиспользовать для задачи экспорта. Если будет задача экспорта, перед вами поставлено, вы будете в состоянии ее переиспользовать. Ну, время создания такого репорта и его выгрузка в CSW-шку, до момента выгрузки в CSW-шку занимает по разработке, мы сейчас посмотрели, 15 минут. Так что, я думаю, это должно так нормально ускорить разработку подобных решений. Ну, здесь, я думаю, все понятно, что задекларировал запрос, дернул провайдер, провайдеру передал имя запроса, получил массив данных. То есть, куда ты его положишь, это уже вопрос такой. Это занимает мало времени. Ну и тогда, если по этому последнему пункту никаких дискуссий у нас нет, я бы так, хотел бы, Олежка убежал, жалко, сделать, ну, 5-минутный такой спич по поводу нашего перформанса. Как вы знаете, у нас, как всегда, все с ним плохо. То есть, у меня всегда, ну, есть клиенты, которые используют нашу систему, они довольны нашей произведенностью. Посему, если у вас есть хорошая идея, как оптимизировать произведенность нашего приложения, и держите это в себя. У меня есть Олег Копченко, на конях нужно меня придергать, то есть, именно и рассказать вашу мысль. Потому что, реально, то есть, вот у нас как это происходит? То есть, мы работаем, работаем, делаем релизы, как бы ухудшаем полномерную нашу производительность, ухудшаем, там, вводим новые баги, там, фаталы новые релизы. То есть, а потом появляется какой-то крем, вы говорите, блин, я так не могу. То есть, все, ребята, я ухожу от вас на хайперс. И начинается жара. То есть, я думаю, что можно до этого не доводить, есть такие классные штуки, как XH-Pro, Blackfire бесплатный, у меня там какая-то урезанная версия. Просто, если вы видите явно, что, то есть, какие-то вещи можно переписать, чтобы они работали по-другому, а работали более эффективно, вообще-то, ну, это лучше коммуницировать все-таки. Мы, как никто, зависим от успеха этого продукта. Если что-то пойдет не так, мы пойдем туда подальше. Посему, я думаю, что мы должны быть заинтересованы в его развитии, собственно, в приведении его к лучшему, светлому будущему. Просто из последних примеров, есть, ну, все знают этот модуль Color Swatches, который оказывается на странице, генерирует порядка, там, ну, пару запросов на каждую опцию на странице. Проверка на то, что сватчабельный ли он, вытягивание этих сватчабельных опций, которые потом рендерятся. В общем, в результате профайлинга оказалось, что все эти данные на момент, когда мы пришли к рендерингу сватчей, они уже были загружены. Вот так вот, они просто лежали в коллекции, потому что кому-то было лень, мы эти данные перечитали. в очень неэффективный способ. И клиент испытал очень болезненное чувство. Попробовал загрузить там, под сотни, пару сотен опций, для каждого конфигурованного продукта. Будьте аккуратны и профайлить. У меня все.